Так, ну что ж, дорогие зрители, сейчас мы обсудим выборы в США. Представься просто, чтобы зрителям было понятно. Меня зовут Марик Дудаков, политолог, специализируюсь по США в основном. В первую очередь у меня есть телеграм-канал, Марик Дудаков авторский канал, с таким длинным, не читаемым названием, потому что я пока не придумал нового названия. В телеграме подписывайтесь. У меня есть небольшой канал на ютубе, Война это мир, который я веду с ведущим Васей Егоровым. Тоже подписывайтесь, смотрите, мы там стримим раз в неделю, обсуждаем разные события мировой политики. Так, ну, что хотелось бы заметить про выборы предстоящие. Чем они отличаются от всех предыдущих, или, например, в частности, от выборов 2016 года? Какие можно основные экзотические характеристики отметить касательно американских выборов, которые нам предстоят? Ну, я думаю, что, конечно, любые выборы можно назвать необычными. Любые президентские выборы в Америке, они чем-то отличаются от остальных. Я думаю, то, что выборы 2020 года, они характеризуются той вообще неспокойной ситуацией, которая происходит и в Америке, да и во всем мире. Да, то есть я думаю, то, что всем понятна ситуация. Это самый тяжелый экономический кризис за 80 лет, самые масштабные, кстати, на Америке гражданские протесты, беспорядки за более чем 60 лет, это эпидемия коронавируса, наверное, самая масштабная эпидемия с 2018 года, которая захлестнула весь мир. Да, и это, конечно, налагает свое некоторое такое влияние, воздействие на электоральную кампанию. То есть мы видим то, что вот сейчас, по идее, да, там должен быть такой самый жаркий период выбранных баталий в Америке, да, то есть это сентябрь, до выборов остается уже меньше двух месяцев, там, полтора месяца. Тем не менее, кампания идет довольно тухло, то есть кандидаты довольно, ну, скажем так, не так часто устраивают какие-то свои ралли. Бадин вообще ничего не устраивает. Трамп вот начал сейчас во второй половине сентября, наконец-то, вот, но у него тоже там, по-моему, это будет два ралли за две недели. Это, конечно, совсем мало, совсем жиденько, то есть это там, по сравнению с 2016 годом, где Трамп каждые 2-3 дня выступал на новом ралли, да, то есть совсем, конечно, не те масштабы, потому что сейчас просто очень сложно проводить самые ралли. Во многих штатах там есть жесткие требования, которые нужно соблюдать в плане коронавируса, в плане эпидемии. Из-за этого также очень сильно сбилась волонтерская работа, полевая работа на местах, то есть то, что тоже характеризуется собой электоральную компанию, любую, да, то есть волонтерская работа. Опять же, штаб Трампа, он пытается как-то верстать упущенное вот прямо сейчас, когда там некоторые ограничения сняты, и занимается полевой работой, штаб Байден вообще этим не занимается. Ну и, конечно, основной упор вот на рекламу у обоих кандидатов, телевизионная реклама, цифровая реклама, и тоже много внимания уделяется, хотя сейчас, конечно, цифру задавили в сравнении с 2016 годом. Вот в 2016 год была такая хрестоматийная кампания у Трампа, это вот интернет победил телевизор, как я это называю, то есть Хилари Клинтон, которая делала ставку на телевизор, она проиграла Трампу, который делал ставку на цифровую рекламу. Сейчас, конечно, ситуация не такая благоприятная для цифровиков, потому что у нас многие сервисы либо вовсе блокируют политическую рекламу в виде, например, Твиттера, либо ее существенным образом ограничивают в виде Фейсбука, например, который там очень много различных вещей трамповских или даже байденовских, но трамповских чаще убирает из выдачи, блокирует, там ставит какие-то там свои заглушки о том, что мы проверили, это не совсем правда, там типа манипулятивное видео и так далее. Вот, но тем не менее, да, цифровая реклама тоже, конечно, развивается, и мы видим, что некоторые новые элементы всего этого в стране в 2016 году тоже внедряются. Думаю, что у меня будет по этому поводу большой доклад после выборов как раз про новые методики работы электоральных компаний. И, в общем, всем советую его почитать, когда я его выпущу там с ребятами, кто мне будет помогать. Я это обязательно публикую у себя в Telegram-канале, буду обсуждать тоже на YouTube, там тоже всем рекомендую, потому что это уже выйдет после выборов 3 ноября. Вот поэтому отличий, конечно, довольно много, то есть мы сейчас видим нестандартную такую компанию для Америки, и кажется то, что на самом деле даже ее не идет. То есть иногда такое складывается ощущение, что сейчас не сентябрь, два месяца до выборов, а там, я не знаю, какой-нибудь ноябрь за год до президентской кампании, президентских выборов 3 ноября. То есть, конечно, там какой-то, не знаю, накала страстей в реальности, да, в реальной жизни его не наблюдается. Вот, но он есть, конечно, вот в таком виртуальном мире, там в соцсетях, условно говоря, где, куда переносится политическая борьба, ну и вообще, наверное, очень многие аспекты нашей жизни, особенно вот сейчас в условиях кризиса. Ну, если как-то, не знаю, широко вот так мазками это все показать, характеризовать, то вот примерно как-то так. Так, хорошо. Ну, как ты думаешь, Байден дебатировать-то будет? Будут ли дебаты с модерацией Джо Рогана в конечном итоге или нет? Нет, ну, Джо Роганом, конечно, не будет, потому что Джо Роган, он, ну, скажем так, человек, который, там у него есть, скажем так, такая, такой имидж, да, no bullshit man, то есть он не будет никому подыгрывать, он не будет, там, задавать легкие вопросы. И четырехчасовые дебаты с участием, с модерацией Рогана и участием двух кандидатов, это, конечно, очень крутая вещь на самом деле, но это не избыточная вещь. Вот очень крутая, потому что Роган, правда, очень популярен, самый популярный американский подкастер, его смотрят очень большое количество молодежи, то есть такая, ну, может быть, в меньшей степени, в большей степени аполитичная публика, чем люди постарше, и, конечно, для многих, там, молодых людей, тех, кто сейчас подрастает, для них это было бы, ну, какое-то вот тоже, может быть, первое столкновение с политикой. И, возможно, Роган бы задавал вопросы, которые близки бы тоже молодежи, и которые были бы, ну, вот, те проблемы поднимал бы, да, которые близки молодежи. Вот, но, к сожалению, да, этого не произойдет, Трамп, правда, согласен, но мы понимаем то, что у Байдена такое состояние, да, такие старческие проблемы, скажем так, да, что он, конечно, не согласится на это. Вот, но будут обычные телевизионные дебаты, я думаю, то, что они состоятся, первые пройдут 29 сентября, через 12 дней, меньше двух недель осталось. Конечно, Байден может, может в последний момент соскочить с этой темы, он может, да, там, объявить о том, что у него, не знаю, проблемы со здоровьем образовались, да. Ну, это, конечно, плохая история в точке зрения пиара, но, тем не менее, если прям совсем будет плохо. Вот, или бы как-то еще там какую-нибудь отговорку придумать. Вот, но, судя по всему, все-таки, наверное, наверное, я так думаю, что он будет участвовать, как минимум в первых дебатах точно. Вот, ну, а там посмотрим, насколько все плохо. То есть, конечно, сильно плохо, то, наверное, может быть, последующие дебаты и будут отменены, либо, может быть, вместо Байдена пригласят суррогата. То есть, эта уже тема тоже обсуждается довольно долго о том, что суррогат, то есть, человек, который выступает от лица кандидата, то есть, такой представитель, условно говоря, его компании, этим человеком может быть там кто угодно, на самом деле, да, может быть, Камала Харрис, может быть, Мишель Обама, например, который тоже помогает компании Байдена. Вот, может быть, даже Барак Обама, как его бывший коллега по команде, президент США. То есть, в принципе, найти суррогата несложно, но это, конечно, тоже будет не очень красиво выглядеть. Вот, ну, первый дебат, я думаю, то, что там посмотрим, как это произойдет. Тут интересный момент, на самом деле, для самого Байдена. То есть, сейчас все как-то смирились с тем, что он не очень хорошо себя держит на публике, он часто оговаривается и, скорее всего, слабо выступит на дебатах. То есть, это вот будет, что называется, такой эффект низких ожиданий. То есть, если он выступит не прямо очень плохо, а просто так-то средненько, это все назовут успехом. Вот, поэтому, конечно, здесь Трампу немножко задача усложняется, да, не просто победить, а прямо разгромно победить. Вот примерно как, кстати говоря, кстати говоря, наверное, последние дебаты, да, вот в Америке, на которых один кандидат разгромно победил другого, они были тоже с участием Байдена, что интересно. Но при этом Байден в тех дебатах победил, я имею в виду дебаты 2012 года, дебаты вице-президентов, единственные дебаты между Джо Байденом, тогдашним вице-президентом США, и Полом Райаном, тогдашним кандидатом вице-президента от республиканцев, от штаба Метаромни. Это были дебаты октябрьские, и тогда, это было 8 лет назад, нужно понимать, вот тогда Байден просто разнес его, уничтожил Пола Райана. То есть тогда еще вот эти старческие проблемы не так, они не наблюдались еще, условно говоря, у Байдена, и он на самом деле как бы вот, если, опять же, мы немножко вернемся в прошлое, да, то видно то, что Байден всегда себя хорошо держал на публике, то есть он хорошо выступал, ему это было комфортно. Да, и там те дебаты он просто разнес, там, уничтожил Райана, который там тараториал по всяких своих планах, а вот о Байден так величало, просто гнул свою линию и победил, на самом деле. Вот, есть тогдашние дебаты президентские, между, опять же, Ромни и Обамой, они были, ну, примерно на равных, то есть там вот первые дебаты, я думаю, то, что Ромни выиграл, а вот вторые, третьи там немножко, наверное, все-таки Обама, наверное, превзошел, но там как бы не было такого разгрома. А вот дебаты вице-президентов, они были разгромными. Вот, но теперь как бы Трампу нужно, на самом деле, тоже разгромно побеждать, иначе это назовут победой Джо Байдена, как бы это странно ни звучало. Касательно расовых теорий. Трамп, вроде бы, исполнительным указом запретил преподавание критической расовой теории в государственном служащем, насколько я помню. То есть, как, с твоей точки зрения, это может сказаться на результатах выборов, и какая, на твой взгляд, в принципе, реакция общественности на это? Потому что, может быть, люди просто посмотрят на вот эти вот восстания, которые происходят в urban areas, так скажем, в Соединенных Штатах, и потом обнаружат, что Трамп запретил, по сути дела, запретил инвертированный расизм на законодательном уровне, и как-то это, может быть, повлияет? Ну, я думаю, то, что, конечно, это никак особенно не повлияет. Здесь нужно понимать то, что, да, решение Трампа я поддерживаю. Я думаю, то, что, конечно, критическая расовая теория, это, ну, будем честны, чушь полная на самом деле. Это, конечно, такая ультралевая, там, неотраскистская концепция, которая пытается, опять же, через политику идентичности разделить общество по расам, пытается вот закрепить эти тезисы, которые мы уже устали слышать, вроде белых привилегий, там, токсичной белизны и так далее, там, множество этих всевозможных тезисов. И, конечно, пытаться вот через какие-то там свои пути, через концепцию интерсекциональности вот сформировать, конечно, какое-то большинство меньшинств против большинства, вот, которое не представляет меньшинства. Но, если кратко как-то это все озвучивать, мне, в принципе, неохота лезть в философскую основу этой самой теории. Я думаю, то, что, конечно, это решение правильное, это решение запоздалое, потому что Трамп уже, понятно, почти 4 года президент, 3 года и 7-8 месяцев, потому что буквально вот сейчас только он подписывает этот указ, а не в первый день на посту, это тоже большая оплощенность, наверное, большая ошибка. С другой стороны, я думаю, что, конечно, преподавание этой самой расовой теории, с одной стороны, это во многом такая формальность. То есть, понятно, что для многих госслужащих, сотрудников крупных корпораций, я не знаю, преподавателей университета, это, ну, примерно вот такого же порядка вещи, что, я не знаю, там, чтение каких-нибудь постулатов марксизма-ленинизма, да, в Советском Союзе. То есть, некоторая формальность, которую нужно там сделать, да, там, получить этот самый автомат по теории научного коммунизма какого-нибудь, да, и потом радостно пойти заниматься своими делами, да. То есть, большинство людей, я думаю, то, что понимает то, что это, ну, вот, попытка, ну, то есть, как бы, да, это не попытка даже, а, наверное, отражение того, что вот такой вот ультралевый дискурс доминирует в американском обществе, и особенно вот в американской элите. Но они понимают то, что это некоторая формальность. Вот, с другой стороны, что, конечно же, там, я думаю, что, наверное, важным, скажем так, важным шагом, да, который можно было бы сделать, то есть, это, там, попытка отмены обучения этой самой расовой теории в университетах и в школах, да, потому что там вот это как раз уже падает на эти все неокрепшие умы, да, людей, кто туда попадает, кто учится, кто еще там слабо разбирается в жизни, вот. И, конечно, да, это во многом формирует вот среду этих эволюционеров, которые идут потом громить, как ты правильно выразился, urban areas, то есть крупные города и там устраивать всякие беспорядки и пытаться свергать этот самый, называемый, белый капитализм. То есть, понятное дело, что, конечно, вот в данном случае это бы, наверное, сыграло большую роль, но это сделать нереально. Это сделать нереально, скорее всего, да, потому что, ну, как бы, скажем так, образовательная политика в целом, там, и университетов, и школ, она слабо зависит от федерального центра в Америке, от Вашингтона. То есть, многие университеты частные, многие школы частные, но даже если школа публичная или публичный университет, они все-таки не принадлежат государству, они, скорее всего, принадлежат местным властям, и поэтому на уровне местной власти обычно устанавливаются нормы образовательной программы, и в федеральном правительстве там есть только какие-то очень ограниченные возможности в это все вмешиваться. Вот, то есть, в данном случае это, конечно, сыграло эффект, но это, как бы, очень сложно сделать, ну, в рамках нынешней конфигурации власти в Америке. Для госслужащих это, ну, конечно, это правильный шаг. Так, он мало, конечно, повлияет, я думаю, на там реальный какой-то расклад сил, но, тем не менее, это, конечно, ну, наверное, шаг в каком-то правильном направлении. Да, ну, или как минимум, там, я не знаю, некоторое замедление вот того сползания Америки, американского общества, какой-то мужчины, да, которые мы наблюдаем, которые там, по-моему, все больше и больше ускоряются, особенно в последнее время. Вот, ну, наверное, это вот некоторые попытки замедлить этот самый процесс. То есть, это, конечно, полезно, но я, правда, боюсь, что эффекта большого не вызовет. Так, понятно. Little Green Man 1, 100 рублей. Какого черта одному кандидату 88, другому 99 лет? Помоложе не нашли. Ну, понятно, имеет место гипербола. Но, тем не менее, я неоднократно ссылался на пост вата-админа ВКонтакте, где, в общем-то, указывает, что, ну, Брежнев, Андропов и Черненко к тому возрасту, в котором сейчас верхушка американского политического эстеблишмента находится, уже умерли. То есть, сочли необходимым умереть уже к этому возрасту. Но, тем не менее, понятное дело, что вот эта пятилетка похорон, или как она там называется в общественном сознании, она вошла в историю как что-то нереально смешное. То есть, вы будете смеяться, но нас опять постигла тяжелая утрата, всякое такое. А вот то, что сейчас происходит в американском эстеблишменте, оно недостаточно людей беспокоит, на мой взгляд. Потому что, ну, Нэнси Пелоси, по-моему, 81, что ли, год? 82. 82. То есть, я, конечно, понимаю, что бывают люди держатся, и там 89 лет пишут академические статьи и так далее, и как бы какие-нибудь, может быть, в теннис даже играют. Я, в принципе, и видел таких людей. Но все-таки это накладывает определенный отпечаток на политический дискурс. Поэтому не кажется ли тебе, что ряд политических событий, которые сейчас происходят, объясним просто через отсутствие term limits, там, где они, в общем-то, должны быть. То есть, ограничение срока. Я понимаю, да. Смотри, да, кстати, интересный вопрос. Да, Нэнси Пелоси ей, правда, по-моему, 82 года, а ее зам, то есть, она является спикером Палаты представителей, а лидером большинства демократов является Тенни Хойер, ему тоже 80 лет. То есть, как бы там в иерархии демократов два самых главных человек в Палате представителей, из трех им за 80. Касательно, вообще, наверное, да, вот я сейчас сначала скажу немножко про возраст, а потом поговорим про term limits. В свое время, в свое время, Дэвид Аксельрот, это бывший глава штаба Обамы в восьмом году, а сейчас он работает профессором политологии в Чикаговском университете, вот у него была такая интересная концепция о том, что американские выборы обычно, скажем так, они характеризуются тем, что на них люди избирают человека, который является антиподом того, кто сейчас находится у власти, или кто-то там находился у власти, и там его там условно восьмилетний срок заканчивается. Да, то есть, как, например, Обама был во многом антиподом Буша-младшего, Буш-младший со своим религиозным консерватизмом был антиподом либерального и не очень морального президента в лице Билла Клинтона. Билл Клинтон, опять же, молодой такой перспективный, в кавычках, политик, являлся антиподом вот этой вот двойки Рейгана и Буша-старшего, опытных людей в возрасте, политиков в возрасте, вот, ну и так далее там в историю, если углубляться. Я думаю то, что сейчас, конечно, превалирование старых кандидатов и у республиканцев, и у демократов в рамках президентской гонки связано во многом с тем, что эффект от восьми лет Обамовских, он настолько сильный, что он до сих пор ощущается. То есть, как бы, в 2008 году Америка избрала молодого президента, представителя меньшинства, Мулата, да, которого не было почти никакого опыта работы в политике, он там был всего лишь три года, по сути, сенатором, который вообще мало что знал о реальном мире, но при этом умел хорошо говорить, чего, на самом деле, не умел Буш-младший, например, да, который, как мы знаем, был косноязычен, из-за чего очень часто оговаривался. И, в общем-то, восьми лет Обамы, их нельзя назвать успешными, да, они были довольно печальными и для Америки, и внутри американской политики, и на внешней политической арене очень печальными тоже. Вот, и, конечно, избиратели это все в целом понимают. И, конечно, опять же, победа Трампа в 16-м году, да, это был именно ответ огромной части избирателей, там, усталых от того, от Обамы, от его молодости, от его, там, оптимистичности, да, и от того, что вот этой своей молодостью и оптимистичностью он натворил, там, всего не очень хорошего, да, там, новома у дров. Можно вспомнить, что в 16-м году на праймере у республиканцев был свой такой республиканский Обама, это Марко Рубио, тоже молодой политик, перспективный политик, да, тоже представитель меньшинства, там, некоторые республиканские политехнологи его и тащили вперед, типа, вот мы сейчас изберем своего Рубио, такого тоже оптимистичного, молодого и так далее, вот, его там просто отлично прокатили на этих самых праймерис, да, он там выиграл буквально в нескольких штатах и довольно быстро закончил свою кампанию в марте 16-го года. То же самое уже и наблюдается у демократов, как ни странно, да, демократы в целом и относятся уважительно к наследию Обамы, да, но они от него тоже устали. И мы помним то, что на праймерис прошлого года и этого года у нас был такой белый Обама, да, это Пит Бутиджич, человек, который как раз тоже был молодой, да, белый, правда, тем не менее, да, гомосексуал, гомосексуалист, который шел тоже вот на... Да, да, нашел на такой вот платформе о том, что вот я, ну, там, как бы тоже вот такой молодой, перспективный новый Обама, да, Уайт Обама, как его шутку называют. Да, его тоже прокатили, его тоже прокатили. Вот он там кое-как выехал в Айве в первом штате, и только в основном из-за того, что там ему помогла компания, которая тогда подсчитывала голоса, это она была одним из его доноров, его компании, они там хорошо ему насчитали то, что он там занял первое место и смог пережать Верни Сандерса и помог, в общем-то, истаблишменту Демпартии задвинуть Сандерса во второй раз, не дать ему победить. Победа как раз Байдена во многом связана с тем, что да, во многом связана с тем, что да, это тоже как бы усталость от Обамы. Хотя он, конечно, ассоциируется с Обамой, вот, но он все-таки человек более, опять же, возрастной, более опытный, немножко другого склада ума и немножко политик другой эпохи, чем Обама. И, конечно же, вот даже демократы, в общем-то, сказали то, что нам такой вот новый Обама не нужен. Мы хотим человека в возрасте, более опытного, потому что, во-первых, только он может победить Трампа, и там, только он там, как минимум, даже если он не сможет управлять страной, то соберет компетентную команду, которая там вместе с ним будет страной управлять. Касательно, наверное, Конгресса и Term Limits, я думаю, что, конечно, есть проблема... Я вообще сам не сторонник Term Limits, да, нужно вот иметь в виду. Я считаю то, что проблема засиженности американских политиков, она имеется, но если мы ведем Term Limits в Вашингтоне, это приведет к очень другому, очень плохому последствию, а именно тому, что влияние так называемого экспертного класса станет просто всеобъемлющим. Потому что сейчас мы видим то, что и так там, условно говоря, все эти аналитические центры, все эти советники и так далее, кто направляет политику, они зачастую, в общем-то, управляют Вашингтоном, а не избранные политики. Потому что они там сидят десятилетиями в Вашингтоне, да, и им как бы ты Term Limits не ведешь, потому что на что там водить, да. Они там, неважно, вхожи в любую республиканскую администрацию, с одной стороны, да, если мы говорим там про какой-нибудь Heritage Foundation или там American Enterprise Institute, или если мы говорим про демократов, там это институт Брукенса, институт новой демократии и так далее, там NAD и прочие вещи, они направляют политику, да, и поэтому нам часто кажется то, что как бы президент Америки забирает нового, но политика остается той же, потому что советники те же самые. Знаете, советники, которые работали во многом на администрацию Буша-младшего, они потом перешли, стали работать на Трампа. А есть же еще и лоббисты тоже, их тоже, понятно, если никто не выбирает. Да, конечно, да, и лоббисты в том числе. Как бы им единственное, что им может сопротивляться, это человек, которого там более-менее имеется какой-то свой собственный опыт политики, который может сказать нет, да, эксперту там, нанятому советнику, и будет сказать нет, я поступаю иначе, потому что я считаю, что вот так правильно, исходя из своего опыта. Если мы ведем чарм-лимитс, например, там два срока в Сенате, четыре срока в Нижней Павате, опытных политиков там станет совсем мало. Там просто, по сути, да, люди будут избирать людей, но это будут ковыряющие головы. Там два срока посидел, там подписал все документы, которые тебе приносят лоббисты либо советники, и поехал там восвоять, тоже заниматься каким-нибудь лоббизмом или там юриспруденцию в бизнес. Да, то есть как бы с одной стороны это решит, наверное, проблему ротации кадров, но с другой стороны, ротация кадров перестанет просто иметь всякий смысл, потому что всем будут вообще полностью заправлять политический либо, как его называют, экспертный класс. Поэтому это большая проблема, и поэтому я, в общем-то, не сторонник введения терм-лимитс. Я думаю, что, конечно, нужно проводить другие более глубокие реформы всего госуправления в Вашингтоне, прежде чем говорить уже о самом терм-лимитс, то есть о лимите на количество сроков для законодательной власти. Вот, и на самом деле не зря же отцы-основатели как бы не стали этого делать, не стали это вводить, потому что они в свое время тоже об этом много размышляли, и федералисты об этом тоже много писали, они не стали этого делать. Вот, и как бы, скажем так, я как человек, который считаю то, что отцы-основатели американские, они во многом обогнали не только в свое время, но даже и нынешнее время, да, то есть некоторые идеи вроде второй поправки или первой поправки, да, для многих даже сейчас звучат слишком радикально. Как же так? Свобода слова для всех, и даже для тех, и для тех. Да, или там, я не знаю, право на оружие для всех и любого оружия. Какой ужас, это же кошмар, анархия. Вот, сколько людей, да, я думаю, что сейчас могут сказать то же самое. То есть даже тогдашние, да, и 253 этим идеям до сих пор, они выглядят радикальными для многих людей в современности. Вот, поэтому я думаю, я как бы полагаюсь на мнение в данном случае от своих основателей. Если они это не ввели, я думаю, то, что в принципе, наверное, и не стоит это вводить. Вот, но ты затронул правильную, конечно, проблему. Но я бы сказал то, что она шире политики, да, распространяется. Это вот такой вот поколенческий конфликт. То, что мы имеем, да, наверху власти, наверху элиты людей, в основном пожилых, которые контролируют большую часть национального богатства американского, да, вот это поколение бэби-бумеров и те, кто старше, там, мочеливое поколение Silent Generation. С другой стороны, поколение X и поколение Y, то есть миллениалы, поколение Z, они контролируют там, ну, буквально 20-30% национального богатства, то есть гораздо меньше. И, конечно, гораздо меньше в институтах власти, куда избираются. В основном люди за 50, что связано во многом с тем, что люди за 50 и голосуют чаще всего на выборах. То есть люди голосуют за себе подобных, за тех, кто с ним общается на одном языке. То есть миллениалы, они очень много возмущаются тому вот тоже, да, за силу стариков политики, но они не приходят на выборы и не голосуют. То есть если бы они пришли на выборы, может быть, там, Пит Бутиджич бы победил на праймерис, и сейчас бы он выступал против Трампа, а не маразматик Байден. Вот, они не пришли, не проголосовали, он не победил. Проблема. Поэтому в политике это, наверное, решается вот тем, чтобы нужно мобилизовывать молодого избирателя, чтобы он приходил и голосовал за себя подобно. В экономике здесь, конечно, все сложнее, потому что что делать с этим поколительским конфликтом, который набирает обороты, да, и мы видим то, что ситуация во многом, да, в каких-то штатах, в каких-то городах напоминает предреволюционную ситуацию, где уже там пишутся какие-то революционные манифесты, а там просто о эксе, экспроприации собственности, экспроприации богатства, там, где молодежь, которая не видит у себя будущего, да, какого-то там светлого будущего, она просто готова, ну, громить и уничтожать всю систему капитализма, соответственно, отбирать, как говорится, грабить в кавычках награбленное, да, это, конечно, конфликт не только классовый, но и поколенческий, вот, и он будет усугубляться, он будет усугубляться, к сожалению, к сожалению, для Америки, ну, наверное, для Старого Света в целом, он будет только усугубляться, вот, но мы будем просто смотреть на это и, в общем, сделать какие-то выводы, или, ну, или не делать выводы, кому как нравится. Ну, я-то в Америке живу, то есть, я, как бы, я на это смотрю немного иначе, хотя я нахожусь в таком регионе, где люди, в принципе, не в курсе, что такое Антифа, как она выглядит и так далее, даже приблизительно. Западная Биржиния? Нет, у нас южная часть Орегона, я конкретно, вот, единственный, не, не в единственной красной каунте в Орегоне, но в одной, по-моему, из двух-трех красных каунте здесь. Вообще, американские законы, вещь интересная в целом, я хочу заметить, это для моих зрителей тоже будет апдейт, история про марихуану. На федеральном уровне рекреационная марихуана до сих пор нелегальна, на уровне штата Орегон она легализована, на уровне моей каунте она запрещена обратно, на уровне моего города она разрешена. Вот это восхитительно, я долгое время думал, что я не могу покупать рекреационную марихуану, оказывается, могу, потому что на горсовете проголосовали, что могу. Так, Little Green Man 1 100 рублей, А праймерис по Сталину, важно кто посчитал, влияет на возраст и ротацию кандидатов? Так, странная формулировка, не понимаю. Я понимаю, что имеется в виду по Сталину, да, важно кто посчитал, но что значит влияет на возраст и ротацию кандидатов? Ну, я думаю, то, что имеется в виду, может ли сам эстаблишмент подыгрывать более молодым кандидатам или более старческим кандидатам, то есть в таком духе вопрос. Ну, то есть как бы, ну, наверное, да, наверное, но я не думаю, что здесь возраст играет основополагающую роль, то есть мы помним то, что были кандидаты от эстаблишмента вполне молодые, вот я уже упомянул Марка Рубио, тоже был типичный кандидат от эстаблишмента, может быть, менее эстаблишментский, чем, например, Джеб Буш, представляющий тот же самый штат и тех же самых премьерных спонсоров, но тоже эстаблишментский кандидат. Но, наверное, да, как-то возраст играет какую-то небольшую роль, но не главную, на мой взгляд, не главную. Так, хорошо. Тарас Бульба, 100 рублей. Привет, Марго, гость. Вопрос к гостю. Влияет ли как-то на рейтинг Байдена то, что он вмешивался в дела Украины, давал Порошенко указания о том, что бы нужно сделать? Или для Америки такое поведение со страной третьего мира – это норма? Но, по-моему, Трампу нужно было бы напирать на эту тему. Ну, я думаю, то, что, конечно, скандал с буризмой в 19-м году, когда вот он начал развиваться, он первое время ударял, правда, по Байдену, пока демократы не смогли это перевернуть в нужную сторону и начать Украина-гейт и обвинить уже Трампа в том, что такой ужасный, ищет какую-то коррупцию в делах Байдена, там, я не знаю, политизирует деятельность Госдепартамента, и давайте мы объявим ему импичным. В принципе, Трамп, правда, не уделяет этому особого внимания, хотя личный адвокат Трампа Руди Джулиани, он там и пытается, постоянно какие-то видео снимает на Ютубе о том, какой там ужас на Украине происходил вот с коррупцией Байдена, но, скажем так, Трамп и политехнологи Трампа, я думаю, то, что не обращают на это внимания и стараются к этому не апеллировать, потому что, во-первых, Украина-гейт надоел очень сильно за 8 месяцев, пока он шел, да, нельзя сказать то, что он полностью выгодно разыгрался для Белого дома и для Трампа, все-таки ему объявили импичмент, а это серьезный удар по легитимности любого американского президента, третий импичмент за всю историю Америки, да, и как раз эта самая история с импичментом тесно связана, в общем-то, с коррупцией Байдена. Не четвертый? Ну, третий объявленный в палате представителей. Хорошо. Эндрю Джонсон, потом Билл Клинтон и Трамп. То есть Никсон, как мы знаем, ему не объявили импичмент в Нижней палате, он ушел в отставку за неделю до голосования, хотя ему там, правда, скорее всего бы объявили настоящий импичмент, еще и сенатом, скорее всего, да, правда. Ну, скажем так, четвертое вот такое серьезное расследование по импичменту в американской истории. В принципе, в принципе, да, конечно, история тоже для Байдена неприятная, но, с другой стороны, Украина страна маленькая, где она находится там, я думаю, что мало кто знает в Америке, и я думаю, что штаб Трампа принял, в общем-то, принципиальное решение бить по такой более скандальной истории, а именно по коррупции Байдена в контексте Китая. В тесных связях, да, мы знаем то, что сын Байдена, Хантер Байден, зарабатывал деньги не только на Украине, не только там ему платили по 50 тысяч долларов в месяц за типа консалтинговые услуги, он также зарабатывал какие-то невероятные кредиты в Китае, пока Байден был вице-президентом и гонял туда на АФО в самолете. То есть это, конечно, тоже там коррупция на коррупции, коррупции погоняет. Ну и, конечно, в контексте того, что Китай рассматривается теперь как, по сути, главный геопатический соперник США, и там 70% американцев по последним вопросам относятся к Китаю негативно, то, конечно, ну, я думаю, что выгоднее бить именно поэтому. То есть как Трамп говорит, да, то есть Бейджинг, Байден называет его пекинским Байденом, что вот если он придет к власти, он сдаст все американские интересы в угоду Китаю. То есть будет такое повторение Билл Клинтон 2.0, который снял, как мы помним, санкции после Тианя Мэня, введенные Бушем Старшим. А если Байден победит, это вот будет там повторение Клинтоновской политики, то есть снятие всех санкций, снятие всех тарифов, которые ввел Трамп за эти последние два, два с половиной года. Поэтому на это делается основной упор. Я думаю, что это, конечно, бьет по рейтингу Байдена. Вот. Украинская тема отошла на второй план, и Белый дом, я думаю, что принципиально ее старается не поднимать. Да. Ну, в принципе, американцы действительно не знают, где находится Украина, Беларусь, да, в принципе, и Россия, наверное, тоже. Но Украина и Беларусь в большей степени. Вот, например, на Твиче есть популярный клип, где известная актриса Элла Холидей, которая сейчас стримит на Твиче. Она какое-то время рассуждает на тему Беларусь. Там Беларусь, Беларусь, Беларусь. А потом выясняется, что она где-то полторы минуты, в общем-то, имела в виду Боливию на самом деле. Вот, но, да. Так, консалтант, 100 рублей, когда просмотр на получительных, не знаю, может быть, в воскресенье, не знаю, мог бы анонсировать расписание на неделю, потом. По теме, Байден победит из-за фактора БЛМ и короны. Американцы чувствуют, что нужна перезагрузка власти, а Трамп – это консервация ненависти и погромов. Байден немножко повысит пособие по безработице и повысит налоги для сверхбогатых. То есть, это, с твоей точки зрения, Байден – это перезапуск. Хорошо, это интересно. Это интересный угол. Может быть, с акселерационистской какой-нибудь точки зрения это перезапуск. То есть, если побольше того, что уже есть, как бы, навалить сверху, тогда рано или поздно будет перезапуск. Ну, как, в общем-то, Троцкий считал и так далее. Мне, кстати говоря, кажется, что с точки зрения акселерационизма логичнее все-таки выступать за победу Трампа. Потому что Байден, я думаю, то, что, во-первых, Байден может быть, правда, после его прихода протесты сойдут на нет немножко, в какой-то степени, потому что, ну, скажем так, пропадет тот самый раздражитель главный, который есть у всей этой ультралевой тусовки. С другой стороны, да, конечно, Байден вызовет, его политика будет вызывать гигантское возмущение со стороны консерваторов. Но консерваторы люди все-таки более дисциплинированные. Они в меньшей степени готовы громить города. То есть, они ни в какой степени не готовы. И понятно то, что как бы реакция на любые, даже похожие поступки того, что могут делать консерваторы, там, в схожем формате с BLM, да, они будут наказываться настолько строго, что это быстро закончится. Поэтому, конечно, с их стороны никакого насилия ждать не стоит. С другой стороны, если побеждает, конечно, Трамп, да, то мы будем ждать, ну, 4 года еще, в общем, такого белотекущего уличного протеста, который будет иногда перерастать. Вот такие вот ситуации, как были этим летом. И, конечно, радикализация левых будет просто там, ну, очень сильно продолжаться. Конечно, если Байден проигрывает, да, там, после какой-то первоначальной истерики многомесячной, демократы сделают вывод, почему он проиграл. Потому что вот он был такой старый белый мужчина, пытался заигрывать с центризмом, а вот мы пойдем на следующий выбор прямо стоящей ультралевой повесткой с оказией Кортес и вот со всей вот этой вот всей историей. Вот, конечно, там, я думаю, что акселерационисты, они будут в этом плане выигрывать. То есть к 25-му году, к 24-му году ситуация наконец-то до такого состояния, что реально может начаться гражданская война. Не хотелось бы, не хотелось бы, да, но опасность этого сохраняется. Ну, конечно, акселерационисты проиграли в том плане, что в праймерис не победил и Мэриэн Уильямсон, то есть это был самый акселерационистский кандидат, на самом деле, из-за чего, что можно было представить, на самом деле. Так, Ханба Байден, 100 рублей. Что гость думает насчет молодых демократов? Есть ли там вообще фигуры, достойные внимания? Молодые демократы – это просто фраза или это движение какое-то, как Justice Democrats? Молодые демократы, знаешь, такие. Ну, младотурки есть уже, в принципе. Конечно, да. И не одни, на самом деле. Да. Ну, я уже затронул, наверное, одного персонажа, который, наверное, является самым популярным, самым известным, как минимум, молодым демократом – это конгресс-вумен от Нью-Йорка Александрия Казио-Кортес и вообще, наверное, ее вот эта самая бригада The Squad, да, там в лице Ильхан Амар, Рашид Атлаиб и Аяна Пресли. Замечательные такие персонажи. Все радикальные, все ультралевые, все выступают за радикальную такое переустройство, трансформацию, транзит американского общества, американского государства в сторону, какой-то вот такой левой утопии, где будут высочайшие налоги, гигантский уровень господдержки государства, законы против хейт-спич, оружие будут у всех отбирать, и бесконтрольная миграция, и там, наверное, еще множество различных замечательных вещей, которые они так активно артикулируют. Я думаю, что, конечно, это крыло, оно будет набирать власть постепенно. Мы видим то, что уже сейчас эстаблишмент Диампартии во многом идет на поводу у них, то есть Нэнси Пелоси, например, боится их напрямую критиковать и старается этого часто не делать. И понятно, что как бы Нэнси Пелоси, мы уже проговорили ее возраст, она скоро, в общем-то, уйдет все-таки на пенсию. Я думаю, то, что может даже на самом деле уйти в 21-м году, но, скорее всего, в 23-м году она уже точно уйдет. То есть там уже два срока, ей хватит, и она потом пойдет спокойненько отдыхать. На, и потом уже будет борьба за место нового спикера, если демократы сохранят повод представителя, и, конечно, у левого крыла будут неплохие шансы как бы это самое место захватить себе. И в целом такое поливение и радикализация риторики это, ну, ожидаемое явление для тем партии. Потому что, ну, скажем так, это и реакция на происходящее в американском обществе, реакция на Трампа, реакция на республиканцев и реакция вот на то, что они считают несправедливым устройством общества. Так как молодые, как мы, опять же, уже сказали, да, вот имеется этот самый поколенческий конфликт, из-за него молодые, все больше и больше, наверное, молодых считают то, что они не устроены в жизни не потому, что какие-то у них там были неправильные свои личные решения, потому что вот это общество несправедливо устроено. Вот, конечно, они выступают за, по сути, революцию, за радикальную смену того уклада жизни, который сейчас имеется в Америке. Вся эта четверка, за ней стоит следить. Они все спокойно выиграли свои праймерис. Правда, Аказия Кортес, у нее там сейчас, конечно, есть некоторая проблема, то, что ее могут лишить ее округа местный стаблишмент нью-йоркский, потому что она в декабре будет после переписи перерисовка. И, как мы знаем, Нью-Йорк, скорее всего, лишится одному или двух округов, и, возможно, как раз Аказия Кортес лишится своего округа. Вот, не значит, что она уйдет из политики, у нее там есть шанс пойти в мэры Нью-Йорка, как раз выборы мэра Нью-Йорка будут в ноябре 2021 года. Или же, например, сенаторы от Нью-Йорка, Чака Шумера, на выборах в ноябре 2022 года. В общем, есть куда пойти, но здесь, конечно, есть немножко подвешенная ситуация. Но я думаю, что она, конечно, останется в поле внимания. Вся эта четверка демократов, я думаю, что они, конечно, и будут, в общем-то, главными такими трендсеттерами вообще всего дискурса демократического в ближайшие, ну, довольно приличное количество лет. Как минимум, два электоральных цикла точно. Так, а тем временем у нас появился Александр Коргин. Вот, значит, аудитория довольна. 1700 человек, все рукоплещут. Ну, я не знаю. У тебя есть вопросы про выбор США? Смотри, я думаю, я сделал к этому стриму уже главное дело. Я тебе посоветовал гостя. Да, есть вопросы. Вот, а да. Да, а дальше я уже мог себе позволить опоздать. Сегодня, к сожалению, был сумасшедший день. Малик, правильно? Да, да. Ваш канал в Телеграме. Ну, да, я знаю канал. У меня администратор читает его. Мне его скинул. И, собственно говоря, да, я его тоже периодически читаю. Очень качественный материал. Спасибо. На мой взгляд. У меня, ну, я представляю примерно, что Малик говорил. У меня особо нет. Вряд ли у меня будут какие-то вопросы по поводу США и вообще ситуации там. Вот, у меня сегодня просто товарищ как раз из Нью-Йоркской общины Равин, русскоязычный, звонил. Мы с ним общались. И вот у него, то есть, у него совсем-таки очень грустные моменты. Он считает, что Америка как государство, то есть, в каком-то смысле он повторяет, будучи человеком, живущим в Америке и, мягко говоря, не разделяющий повестку, да, условно говоря, которая присутствует в российских СМИ, он, тем не менее, говорит многие вещи, которые говорят здесь. В том смысле, он считает, что Америка может перестать существовать как некое единое государственное пространство и может быть там серьезный конфликт внутренний вплоть до гражданской войны. Это его оценка. По следующей причине, он считает, что люди, имеется в виду, то есть, республиканцы, демократы, их избиратели, они абсолютно не слышат друг друга. То есть, разделение настолько сильно, настолько сильная радикализация, намного сильнее, чем разделение между какими-то различными политическими силами, по его мнению, в России, на постсоветском пространстве, то есть, в Америке настолько огромная разница в оценке событий, которые даются, например, на ФОКСе или на СНН, настолько разные повестки у людей, которые там, вот, ядерный лекторат демократов, ядерный лекторат республиканцев, что он считает, что это приведет просто на каком-то этапе в ближайшее время, он считает, что это, кто бы не победил, это приведет к серьезному внутреннему противостоянию, ну, по-настоящему серьезному, не просто затяжной какой-то электоральной, да, какие-то перетрубации, а вплоть, повторюсь, до какого-то, до развала страны, до развала Соединенных Штатов как страны. Вот, кстати, я не знаю, если Малик об этом говорил, вот, о такой, о таком вряди, насколько возможно гражданская война в США. Насколько может глубоко уйти конфликт, скажем так? Ну, я думаю, что мы уже с тобой немножко затронули, тематику акселерационизма и как раз вот разговоры про гражданскую войну, это вот именно по душу акселерационистов. Вот, ну, конечно, не хотелось бы наблюдать никакой гражданской войны в США, потому что это будет, конечно, грандиозная катастрофа, грандиозная катастрофа для всего мира, для всей мировой экономики, учитывая, как бы, статус Америки вообще в мире. Тем не менее, конечно, опасность такая действительно имеется и постепенно там и вероятность ее нарастает. Потому что поляризация общества, конечно, чрезвычайно высока, и мы наблюдаем уже все это лето, по сути, легитимацию политического насилия, нормализацию политического насилия, да, с одной стороны, именно со стороны этих ультралевых, ультралевых радикалов, троцкистов и всех остальных прочих, которые громят американские города, вот, и там вечно поддакивающие ей такой вот либеральной прессе и либерального истеблишмента. Это, конечно, очень плохая история, потому что нормализация политического насилия, это, ну, вот, на самом деле, один из шагов в сторону какого-то горячего конфликта. Неправильно, как вы сказали, не холодного, а электорального конфликта. А американские выборы из-за поляризации общества, которое там в последние 40-50 лет идет просто безостановочно, да, нарастает этот самый градус поляризации, по сути, каждый выбор превращается в такой к сожалению, уже доходит до такого момента, что, конечно, может начаться какой-то большой горячий конфликт. Этого бы не хотелось, чтобы это произошло, и пока что вероятность, конечно, не очень большая. Вот, тем не менее, то, что мы будем наблюдать, я думаю, что многие беспрецедентные истории сразу после дня выборов, особенно если не будет очевидного явного победителя этих выборов, мы уже слышим со стороны демократов разговоры о том, чтобы взять власть в трех западных штатах, в Калифорнии, Орегон, Вашингтон, и объявить о своей такой классисецессии состава союза, поставить конгресс американский перед фактом, то есть шантажировать, по сути, американский конгресс с тем, что вот если вы не признаете Байдена президентом в случае оспариваемых выборов, то мы попробуем какой-то сформировать вот, не знаю, новую политическую существенность в лице западных штатов Америки. Да, вот еще в марте, когда был коронавирус, все эти три штата, они уже подписали некие пакты о том, что они будут действовать сообща в обход федерального центра. Конечно, скажем так, наверное, где-то в будущем, где-то в будущем определенный мирный развод и цивилизованный развод отдельных штатов, это была бы еще, на самом деле, не такая уж и плохая история, то есть это был не такой уж и плохой сценарий, потому что, если, опять же, удастся обойтись без горячего конфликта, то это было бы неплохо. С другой стороны, как мы тоже понимаем, в Америке цивилизационный конфликт идет зачастую даже не между штатами, а, как называют, города и городки. То есть это вот есть население крупных мегаполисов, и есть вот самые субурбии, деревенские территории, которые голосуют совсем по-другому и думают совсем по-другому. В некоторых штатах города пересиливают все свои субурбии, все свои аграрную зону, и, соответственно, эти штаты либеральные, в некоторых штатах, наоборот, вся территория, которая не входит в города, она пересиливает эти самые мегаполисы. Поэтому, скажем так, довольно сложно представить, что там Америка сможет как-то мирно разделиться именно по штатам. То есть это тоже не совсем, наверное, не совсем логично, не совсем логично. Да, и вот, например, мы сейчас наблюдали волну беспорядка все лето, и мы видели то, что она не концентрируется в каком-то одном штате. И при этом погромщики нигде не пытаются, я не знаю, взять власть во всем штате, в котором они устраивают погром. Нет, она идет именно по мегаполисам. Да, и вот эти вот происходящие какие-то поезда дружбы, которые гоняют из Портланда, например, или из Минняполиса куда-нибудь в Чикаго или в Киношу, еще где-то. То есть это, по сути, такая вот квазиконфедерация крупных либеральных мегаполисов, где все это происходит. На остальной штат это почти не влияет. Вот поэтому, конечно, пока конфликт идет не по границам штатов, и, очевидно, он не идет по границам штатов, а идет все-таки между городами и городками, да, то говорить тоже о разводе, мирном и цивилизованном разводе штатов тоже, наверное, не приходится. Вот поэтому это как раз одна из тех вещей, которые, с одной стороны, конечно, это символ поляризации американского общества, но, наверное, во многом это же и останавливает какие-то центробежные процессы, которые там можно наблюдать или которые можно прогнозировать. Да, но мне кажется, что как раз этот момент сделает, ну, то, что вы упомянули, делает практически невозможным мирный развод, к сожалению. То есть, если даже его захотят сделать, это будет очень сложно сделать. Я согласен, кстати, что очень плохо будет, если Америка развалится, лучше бы этого не происходило, это будет трагедия как для Америки, так и, правда, для, ну, если не всего мира, то, скажем так, многих стран, да, и очень многие люди будут этим дотронуты, и уж точно пострадают люди, у которых вложение в долларах. Вот. У меня есть хорошие знакомые, они такие очень, ну, они не любят вот всех вот эти вот Америку, да, и так далее, но деньги холоранят в долларах, да, и говорят, что когда же они развалятся, когда же развалятся, я говорю, когда они развалятся, чувак, ты станешь банкротом, к сожалению, да, вот как-то так. Окей, я, в принципе, ну, я согласен с вашей оценкой, а вот у меня вопрос такой, есть ли крупные, относительно крупные консервативные города, то просто про либеральные всем известно, а какие консервативные, я слышал про, вот то, что мои родственники, да, мне тоже рассказывают периодически, там, друзья, про Майами, что это такой более консервативный город, причем консервативный, ну, относительно других крупных городов, конечно, консервативный за счет как раз кубинцев, которые там живут, белок там вообще подавляющее меньшинство, там что-то 10 или 15 процентов, но там много кубинцев, кубинцы, выходцы из клуба, они в основном правых взглядов, да, они пожили при Фиделе Кастро, и вот, типа, Майами, это относительно правый город, могут быть, еще какие-то примеры есть. Ну, Альбукерки, и, ну, да, Майами, конечно, это вот интересный, да, это вот, наверное, один из немногих мегаполисов американских, в котором, ну, скажем так, все довольно неплохо и в плане преступности, и, опять же, в плане нелегальной миграции, потому что этот город, который там отказывается становиться городом-убежищем, так называемым Санчерис-Сити, там сейчас, что тоже интересно, это единственный город, единственный мегаполис в Америке, где мэр-республиканец, республиканка, женщина, то есть, республиканцы имеют возможность побеждать нормально вполне, и, опять же, как я сказал, все неплохо с преступностью, с правоохранительными органами и с нелегальной миграцией, вот, то есть, интересная история, например, во Флориде есть Тампа, который как раз очень либеральный город, то есть, он такой более молодежный, более студенческий, в принципе, там обычно, ну, есть такая вот корреляция, почти стопроцентная, чем больше население в городе, тем он более либеральный, более демократический, то есть, там примерно, я думаю, что города, там до полмиллиона человек, там их еще можно найти республиканские, какой-нибудь, Альбукерки, например, да, то есть, города, где к миллиону и выше, то там вот, кроме, в общем-то, Майами никого и не остается, там все они либеральные, все они демократические, вот, это тоже, в принципе, понятно, почему, то есть, там, во-первых, и концентрация молодежного населения выше, потому что там, может быть, перспектив, например, больше, зарплаты выше, больше работы, вот, больше нелегальных мигрантов, ну, и там демография в целом такая, что, да, больше меньшинств в целом, да, и поэтому это вот такая вот, скажем так, целевая аудитория, целевая база именно тем партии, вот, поэтому города избирают там все более и более левых политиков у власти, все более и более левую местную городскую ассамблею или городской совет, ну, и, соответственно, там, эта самая ассамблея вводит все больше и больше налоги, там, какие-нибудь государственные регуляции, все больше и больше людей, которые с этим не согласны, они просто и уезжают из этих городов, поэтому получается вот такая ситуация, такая селекция. То есть такая селекция, из-за чего, в общем-то, эти города становятся еще более-более левыми. То есть такой вот спиралевидный эффект. Поэтому, собственно говоря, республиканцы не побеждают в этих городах, потому что этих ректорат уже давно разъехался оттуда. Вот к слову о разъехавшихся. Я не знаю, вы уже успели об этом поговорить. Был же феномен бегства белых, да, 60-е, 70-е годы, да, когда масса белого населения из крупных городов переезжала в пригороды. Он не превращался. Он не превращался, этот феномен. Просто социологические статьи, они, ну, в силу того, что исследования, они должны занимать какое-то время, они все про прошлое. То есть 70-е примерно. Ну, понятно, да. Не, ну просто тогда это было совсем как бы, то есть был такой огромный рывок. И это, наверное, во многом, кстати, повлияло на то, что города стали леветь, вот эти крупные, очень сильно леветь. Вот сейчас считается, то, что пишут различные аналитики, что идет вот это, только это уже нельзя сказать в полной мере именно, что бегство белых, бегство среднего класса из крупных городов, что где-то 40% из Нью-Йорка уехало, да, вот таких именно среднего класса, которые, соответственно, являлись поставщиками денег в городской бюджет, что подобное же происходит в других городах. Вот прокомментируйте, Малик, это, насколько это вот такое глобальное явление, в каких городах это происходит и какие у этого могут быть последствия. Ну, я думаю, то, что, конечно, в целом все крупные города это сейчас испытывают. Это не только связано с беспорядками и погромами. Это началось там с эпидемии, с тем, что там, во-первых, люди, конечно, уходят из этих городов, потому что боятся заразиться. Вот опять же, многие, у кого удается, переходят на удаленную работу и понимают то, что им не нужно постоянно жить в крупном городе, платить эти гигантскую арендную плату, если он может снять за те же деньги отличный дом, за меньшие деньги отличный дом в провинции, жить спокойно там и удаленно работать. Да, ну и потом, конечно, это все ускорилось, когда началась волна беспорядков и всего того, что мы наблюдаем сейчас как бы в Америке, в крупных мегаполисах. Из Нью-Йорка, правда, уехало 40% такого обеспеченного класса. Там жители, особенно вот Манхэттена, например, очень много разъехалось. Это большая проблема для Нью-Йорка, потому что там это, ну, скажем так, недосчитываются налогов. И в горбюджете сейчас дыра, по-моему, 6 или 8 миллиардов долларов, которые латать нечем, потому что там сокращают расходы уже по-живому, там и полицию еще больше сокращают. Скорее всего, еще приведет к росту преступности и большему оттоку населения. Но в целом, да, многие говорят, что это, собственно говоря, конец американских мегаполисов в какой-то степени, даже смерть американских мегаполисов. То есть, ну, наверное, в целом пришло понимание того, что недостатки жизни в таком мегаполисе, они уже перевешивают преимущество. То есть есть угроза заразиться очень большая, высокая преступность, с полицией тоже непонятки, потому что его сокращают, упраздняют много где. Миняполис, Сиэтл, Портланд тот же самый, где все это безумие происходит. Опять же, Нью-Йорк, где 20% полицейского бюджета сейчас сокращают. При этом, если есть возможность работать удаленно, получить примерно те же самые деньги, например, то, конечно, лучше работать удаленно. Вот, и первыми, наверное, начали уезжать прям совсем богатые люди, у кого никто не привязан к своей работе. Потом уже поехал самый upper middle class, то есть верхний средний класс. Налоговая база, там, если из Нью-Йорка они переезжают куда-нибудь, там, Rhode Island, Connecticut, Vermont, штаты, где налоги немножко пониже, где можно спокойно жить в своем каком-то загородном доме, то, ну, жители других городов переезжают просто в окрестные все эти провинции, где тоже, в самом деле, налоги зачастую ниже. То есть там какой-нибудь Вашингтон, например, штат Вашингтон, я имею в виду, там вот есть Сиэтл, ультралевый город, а там все вокруг него, это такие красные округа, где республиканцы увазят, и где, на самом деле, гораздо выгоднее вообще работать, и там выгоднее вести бизнес, и меньше налоги ты платишь. Вот, поэтому, ну, да, это, конечно, приведет к перспективе, да, и, может, даже ближайшей перспективе к плохим последствиям, к такой геттоизации городов. То есть к тому, что там расходы будут сокращаться, и население будет становиться хуже и хуже в плане своего социального какого-то вот такого стояния, социального уровня, и, соответственно, там и преступность будет расти и так далее. То есть вот примерно какие-то картины Нью-Йорка 70-х годов, да, вот навеваются снова, когда мы говорим о будущем Нью-Йорка, там, в ближайшие 10 лет. В 70-е годы Нью-Йорк же находился на грани банкротства, как мы помним, пока там не проявили прямо очень жесткие такие реформы, такую настоящую шоковую терапию провели, ну, а потом в 70-е годы как бы начал расти фондовый рынок, и это спасло Нью-Йорка во многом. Вот теперь Нью-Йорк снова на грани банкротства, но теперь как бы не совсем понятно, что может его спасти, посмотрим. Вот, но, конечно, я думаю, то, что в перспективе можно наблюдать, наверное, волну банкротств крупных городов. То есть мы знаем то, что в Америке было такое одно знаковое банкротство мегаполиса, это Детройт, который обанкротился, по-моему, в 2011-2012 году. Вот, но я думаю то, что какой-нибудь Портланд или Сиэтова может вполне спокойно за ним последовать буквально в течение нескольких следующих годов. В 2011-м, по-моему, Детройт обанкротился. Я не знаю, вы уже обсуждали, ну, в принципе, как-то обозначали вашу позицию, Малик, о том, кто же выиграет, собственно, выбор это в США в ноябре. Что вы думаете об этом? Ну, прогноз, а мы потом в ноябре это проверим. Ну, конечно. Я не хотел бы давать пока что все-таки прогноза. То есть, ну, по ощущениям... Интересно так. По ощущениям, я думаю, то, что сейчас, наверное, Трамп лидирует. Я думаю, то, что примерно шансы равны 50 на 50. Я не готов до октября давать реально серьезные прогнозы, потому что еще будет много скандалов, много историй. Но, конечно, у Трампа есть большие преимущества. Во-первых, у него денег гораздо больше. Во-вторых, он ведет очень серьезную, хорошую полевую работу, в отличие от Байдена, который этим почти не занимается. Вот. Ну, и в-третьих, конечно, скоро дебаты будут, на которых Трампу нужно разносить Байдена, и шансы на это у него есть. Поэтому я думаю, то, что, конечно, сейчас Трамп находится в хорошей позиции. Я думаю, то, что, опять же, экономика за третий квартал в Америке обещает очень хорошо вырасти. Там будет восстановительный рост какой-то, прям, безумный. Они обещают до 30%. Беспрецедентные цифры для современной американской истории, если не брать какой-то 19 век. Что интересно, цифры по третьему кварталу, экономические показатели, они будут опубликованы буквально за 4 дня до выборов, на 29 октября до 3 ноября, 5 дней до выборов. Поэтому, конечно, если там все будет хорошо, для Трампа это будет очень хорошая новость для его компании. Поэтому я думаю, то, что для Трампа сейчас все складывается неплохо. Если не будет сейчас каких-то крупных скандалов и крупных каких-то проблем, то, в принципе, Трамп идет к победе. Но, опять же, конечно, никто не гарантирует того, что у него может что-то плохое приключиться где-нибудь в начале или в конце октября, скажем. Ну, а у вас у самого какие-то предпочтения есть? Нет, ну, скажем так, конечно, я думаю, что победа Трампа в целом, она, на мой взгляд, была бы лучше победа Байдена. Очевидно, потому что Трамп, он и поактивнее, и, условно говоря, и понятно примерно, что он будет делать, например, в внешней политике. Извиняюсь, перебью. Лучше для кого? Для Америки, для России? Для кого лучше? Ну, скажем так, для всех. То есть, как бы на международной арене мы понимаем то, что демократы в случае победы это будет расшагеть на максималках. То есть, они будут, конечно, мстить, условно говоря, Россия какими-то очень жесткими санкциями за то, что вот Россия, типа там русские хакеры, русские боты, они извали нам Трампа на 4 года, а теперь вот мы, значит, вам сделаем все очень плохо и очень больно, что мы будем. Вот, Трамп, конечно, он не пророссийский президент, то есть, не нужно каких-то иллюзий делать, да. У него есть, с одной стороны, риторика, где он там довольно мягко обычно проходится по России, вот, но есть как бы реальные действия, которые там пророссийскими назвать нельзя. Вот, но тем не менее, альтернатива ему еще хуже, и плюс как бы с Трампом, ну, как минимум можно, я думаю, найти общий язык, и там, может быть, какие-то есть надежды, что на втором сроке, я не знаю, удастся пойти по пути восстановления отношений уже между официальной Москвой и Вашингтоном. Вот, для Америки, ну, конечно, Трамп лучше, чем Байден, здесь как бы очевидно, то есть, несравнимо. То есть, как бы, если Байден придет к Вайсте, мы будем наблюдать все эти выступления антифы и полный просто политический паралич федеральной власти, какие-нибудь там очень супервысокие налоги, бесконтрольную миграцию, то есть, все, что демократы обещали бесконечно эти последние 34 года, это все избудется. Для Америки, конечно, Трамп, ну, очевидно, лучше, вот, но я думаю, что он, конечно, лучше и для международной арены, то есть, как минимум, с ним понятно, можно вести речь, да, понятно, что он хочет, и примерно понятно, как с ним работать и решать вопросы. Вообще, парадокс во многом в том, что, например, Трамп намного лучше для еврейской диаспоры Америки, ну, конечно, лучше для Израиля, да. Нет, парадокс в следующем, в том, что эта диаспора его не поддерживает. Хотя, да, да, я посмотрел опросы, мне прислали опросы последние, ну, там понятно, там где-то 70% за Байдена, вот он говорит, 30% за Трампа, но по прошлым выборам за Клинтон было, по-моему, 75 или 76%, а за Трампа там типа 74 или 24 или 23%. То есть, соответственно, там он где-то 5-6% отбил, но все равно, ну, для президента, который, наверное, самый произраильский за всю историю, да, в Америке, это парадоксально, это парадоксально. Я это объясняю, в общем... Американские евреи, они же сами очень такие во многом антиизраильские, скажем так. Они не антиизраильские, это очень интересно, что, в тот же опрос, там хорошее, есть интересное исследование одной такой, достаточно уважаемой группы, они, 88% американских евреев позиционируют себя как про-израильские все равно, про-израильские, но они про-израильские в рамках своего мировоззрения, в рамках какой-то своей адженды. Это, конечно, левая дженда. И в принципе, в Америке есть очень простой парадокс. Чем евреи, чем еврейская община более ассимилирована, тем больше они за демократов. Тем она менее ассимилирована, не обязательно религиозная, не знаю, ну просто менее ассимилирована, больше это еврейское самосознание. Тем это обычно они голосуют больше за республиканцев. И за республиканцев голосуют, собственно говоря, две большие, три группы населения. Это ортодоксальные евреи, это русскоязычные евреи, и это то, что называется modern orthodox. Это такие, условно говоря, традиционные евреи, склоняющиеся к сионизму, реально поддерживающие Израиль. Вот эти три группы населения, но они в принципе есть треть еврейства Америки. Все остальные, они, соответственно, за демократов. И там чем более они ассимилированы, условно говоря, какие-то консервативные евреи, и консервативные, это все равно они по отношению к остальным группам, это ассимилированные евреи. Это называется консервативный иудаизм. На самом деле это, скажем так, это такой иудаизм-лайт уже. Есть реформистский иудаизм, это совсем иудаизм-лайт, такой совсем более либеральный, максимально либеральный, скажем так. Так вот, чем более оно ассимилировано, чем более оно в левую сторону уходит. Ну и, соответственно, поскольку еврейство Америки все-таки на две трети где-то ассимилировано, вот мы имеем такой результат. Как-то ни странно, я думаю, что со временем оно будет меняться, эта картинка. Почему? Потому что, ну, это так происходит просто исторически. Когда придет процесс ассимиляции, то ассимилированные группы, да, они на каком-то этапе просто перестают себя осознавать, да, причислять к этому народу. Да, и, соответственно, вот это еврейство Америки, оно с одной стороны уменьшится, с другой стороны, в нем увеличится число правых, да, потому что эти ассимилированные группы просто перестанут себя считать евреи. Ну, вот как-то так. Малик, а почему вы, не знаю, вы рассказывали про себя, потому что, я думаю, может, будет людям интересно, вы американистский, я правильно понимаю? Да, да, да. А что заканчивали, где учились? Заканчивал я МГУ, еще учился некоторое время в Бельгии, МГУ политология, занимаюсь американистикой уже профессионально, ну, скажем так, в целом, наверное, международной политикой, но в контексте во многом американистики, но не только этим на самом деле. Вот, но в первую очередь, наверное, американистикой, ну, уже больше 10 лет, наверное, 12, так, академически имеется в виду, и, ну, в общем-то, как-то так. Был неоднократно в Америке, у меня родственники живут там, в Нижерсе, например. А чем занимаетесь? Это ваша профессиональная деятельность? Да, у меня профессиональная деятельность, я, скажем так, работаю политологом, аналитиком в одной из организаций, у нас много заказчиков, занимаемся тоже политическими проектами, неполитическими проектами, в том числе и на американской повестке. Ну, скажем так, я так обтекаемо об этом расскажу. Вот, но, скажем так, есть у меня, с одной стороны, да, вот во многом наши проекты, связанные с заказчиками, они не публичные на самом деле. Там некоторые вещи публичные, например, вот у меня неплохое исследование выходило по протестам прошлогодним, и мы его публично публиковали, в открытом доступе оно публиковалось тоже. У меня интервью давал в новой газете и там разным другим СМИ. Другое, там большинство все-таки проектов не публичные, и то, что я, опять же, делаю в открытую, это, ну, скажем так, там, во многом даже, наверное, это вот просто некоторое такое хобби. То есть, как бы свой канал, например, я веду, это для меня просто хобби, там, на YouTube я делаю стримы, это просто для меня хобби, это, там, мне за это никто денег не платит, да, там. Хотя мне нередко пишут разные люди с вопросами, чью повестку я отрабатываю, на самом деле, не чью повестку я отрабатываю, это я делаю просто для себя, и, там, телеграм-канал мой, например, и, там, статьи в различных изданиях, это, в основном, это вот именно просто для себя. А, то есть, за это мне деньги никто не платит, это, ну, я, как бы, делюсь своей точкой зрения о том, что происходит в Америке, но не только в Америке, но, в первую очередь, в Америке. Я так понимаю, что работа не связана с российской политической повесткой, а связана с американской? Нет, ну, все-таки моя работа связана как раз с российской политической повесткой во многом, да, и поэтому я стараюсь, на самом деле, не комментировать зачастую российскую политическую повестку, потому что там есть довольно много конфликтов интересов, конфликтов интересов с разными игроками, поэтому я стараюсь это обходить, ну, как минимум, комментировать довольно мягко, вот. Но, да, и по-международски мы тоже работаем довольно часто. Понятно. Толя, у тебя есть вопросы к товарищу? Так, ну, вроде бы... Может, у зрителей есть? Так, зрители, вопросы. Поменяется ли экономическая политика Трампа в случае победы? Или победа нужна только для продолжения текущего курса? Ну, что значит экономическая политика Трампа? Она все-таки немножко менялась за 3-4 года его президентства. Я думаю, что, конечно, торговая война с Китаем продолжится. Причем она продолжится в любом случае. То есть как бы уже сформировался определенный консенсус. Даже, в общем-то, я думаю, что если Байден придет к власти и победит, то он просто продолжит ту же самую торговую политику, торговую войну, которая началась в 2018 году при Трампе. В плане какой-то внутриэкономической истории, ну, Трамп обещает снижение налогов за еще год. Вот. Я допускаю то, что это вряд ли произойдет, потому что там нужно все-таки одобрение Конгресса. Я сомневаюсь, что он сможет протащить через Конгресс это самое решение. Я думаю, что в целом какие-то основы, постулаты, да, его экономические платформы, они останутся. То есть там ничего нового не произойдет. И Трампа как бы сейчас главная цель – это восстановление экономики после эпидемии коронавируса и после там глубочайшего кризиса за 80 лет, которым оказалась американская экономика. И понятно, что на это будет делать основной упор, да. То есть там обещает, по-моему, Трамп 10 миллионов рабочих мест создать за следующий год. Ну, и как-то вот пытаться, в общем-то, двигаться как-то в этом направлении, то есть снижать постепенно безработицу. Сейчас она, по-моему, составляет 83%, ну, уже постепенно падает. И как-то, в общем-то, возвращаться к тому экономическому чуду, которое вот имелось, может быть, там, первые 3-2,5 года его президентства. Так, ну, Анатолий отошел у нас, я смотрю. Нормально. Да, так бывает. Так случается иногда. Я, кстати, думал, что вы именно американистикой занимаетесь, что это как бы ваша работа. То есть, ну, не без связи как-то с российской политикой, так сказать. Ну, у меня нет вывода на экран, у нас Анатолий все администрирует. А, вот он возвращается, да. Сейчас он нам дальше сможет читать. Да, Толь, там есть еще какие-то вопросы интересные? Так. Сейчас. Вопросы сейчас будут. Егор, 100 рублей. Как вы оцениваете то, что вице-президентом в случае победы Байдена станет Сандерс в юбке? Америка хочет левый поворот? Я считаю, что да. Нэнси Пелоси, скорее всего, не доживет до следующего года. Но Америке нужна сильная женщина на серьезном посту. Господи, зачем Каргина приглашать на каждый стрим? Нужно же иметь чувство вкуса. Марго, камон! Так, ну, Сандерс в юбке, это, наверное, все-таки не Камала Харрис, правильно? Потому что Сандерсом в юбке, скорее, Александр Аказия Кортес является по своим мерам. Камала Харрис, это скорее как раз женская версия Джо Байдена во многом. Но я думаю, помимо любви ко мне, все остальное из вопроса можно прокомментировать. Все-таки 100 рублей, как-никак, деньги. Ну, так что насчет Камалы Харрис? То есть, во-первых, насколько это был бы левый поворот в случае ее победы как вице-президента? А во-вторых, действительно ли этого хочет Америка? Ну, я думаю, то, что одно дело, это как бы ее риторика, то, что она произносит вовне. И она пытается, конечно, подыгрывать прогрессивному либеральному избирателю. С другой стороны, мы помним то, что когда она была прокурором Калифорнии, даже сенатором от Калифорнии, то есть там ничего особо прогрессивного она на самом деле не делала. Будучи прокурором в Калифорнии, там же много скандалов, как она там держала людей в тюрьмах, зная об их невиновности, или там пыталась оставить калифорнийские тюрьмы переполненными для того, чтобы использовать дешевую рабочую силу для тушения пожаров, что теперь как бы ее мечта забывать, вот в Калифорнии пожары, и правда их тушат силами заключенных, кому обещают за это скостить срок немножко. Она пыталась, будучи еще до этого прокурором Сан-Франциско, пыталась вести уголовную ответственность для родителей тех детей, кто прогуливает школы, то есть там как бы в общем ничего особо прогрессивного не было, то есть такой прям натуральный, не знаю, какой-то демократический, демократическая твердая рука, то есть как бы ничего либерального здесь я не наблюдаю. Это в сторону какого-то такого вот радикального центризма, наверное. Ей, конечно, играет то, что она на представитель меньшинства, о том, что она, наверное, последний год, будучи сенатором, голосовала против всего, что там представляла эстабельшмент партийный, поэтому у нее там статус такой типа одного из либеральных звезд Сената. Вот, но это, мне кажется, что все-таки больше имиджа, а не там ее реальная история, то есть это не то, как она будет на самом деле вести управление страной в случае победы Байдена, потому что нужно понимать то, что в случае победы Байдена именно Камала Харрис будет заниматься управлением Америкой, никто другой. То есть она будет там, по сути, находиться во главе кабинета министров и всем заправлять, пока Байден будет спокойненько где-нибудь отдыхать на курортах Флориды. Что я сомневаюсь в том, что Байден уйдет в отставку, но, тем не менее, его так мягко отстранят от власти, и Камала Харрис станет всесильным вице-президентом при таком формальном свадебном президенте, свадебном генерале Джо Байдене. Слушай, я думаю, что стоит закругляться уже немножко, потому что у нас дела уже. Хорошо, без проблем. На час. Рад был поговорить. Я думаю, что мы неплохо записались. Да, без проблем. У нас сколько сейчас зрителей только? Две тысячи. Ну, это кошерно. Я думаю, Малик тоже доволен. Да, Малик, приятно было вас услышать. Я думаю, очень здравый и интересный анализ. Спасибо. Всего доброго. До свидания.